И теперь обо всем по порядку. История резонансного ДТП в Ридере с участием чиновников приняла неожиданный оборот. Отца погибшего юноши избили. Информация об этом появилась в социальной сети. Самим Виктором Смольниковым связаться не удается, телефоны отключены. Ранее мы сообщали, что во время первого судебного заседания Виктор Смольников заявил, что согласен заключить процессуальное соглашение. Он объяснил это тем, что пожалел родителей подсудимого экс-заместителя Акима Ридера Боуржана Курманбаева. Однако, как следует из поста Романа Честных, видимо, потом передумал. После суда Виктор отказался от возможности заключения процессуального соглашения и настаивает на опросе свидетелей для выяснения всех обстоятельств ДТП. Это касается как действующего Акима Усть-Каменогорска Куата Тумабаева, так и полицейских, которые могут дать разъяснение о том вечере. А вечером этого же дня, после его отказа, он был избит в подъезде собственного дома тремя в масках. Это продолжалось секунды. Он не успел дать отпор, как нападавшие сбежали. Сломан нос, порвана губа. За этой историей следит вся страна. В середине апреля в Ридере под колесами дорогого внедорожника погиб 18-летний Евгений Смольников. Виновником дорожно-транспортного происшествия оказался заместитель Акима города Боуржан Курманбаев. Его сразу задержали. А через несколько дней стало известно, что в машине был еще один высокопоставленный чиновник. Действующий Аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев. Он уехал на этой же машине с места происшествия. Отец погибшего юноши неоднократно заявлял о нарушениях со стороны следствия. Опасался, что перед судом предстанет неистинный виновник. По ряду его жалоб в отношении должностных лиц возбудили уголовное дело. Впервые с начала этого разбирательства Аким в Восточно-Казахстанской области Казахстана Даниил Ахметов прокомментировал опасения отца. Эта ситуация находится в целом под общим контролем. Я абсолютно убежден в том, что со стороны прокуратуры идет действенный контроль. Ровно как и Департамент внутренних дел проводит необходимую работу. Проводит ее честно, объективно. Продолжение следует...